Игры соус-жанра обычно разнообразием не отличаются. Но The Surge, вышедшая в 2017 году, несколько выделялась из их стройных рядов за счет необычного сеттинга, системы прицельных атак и красочных добиваний. Достоинства игры оценили, но и не забыли пожурить ее за однообразные уровни, скучных боссов и унылый мир. И вот, два года спустя студия DEC13 выпускает сиквел, призванный исправить то, от чего игроки плевались, и развить то, что они превозносили. Получилось ли у немецких разработчиков сделать достойный слэшер с кибернетическим лицом, мы и выясним на stopgame.ru С самого начала игра удивляет, честно пытаясь походить на RPG. Мы создаем персонажа, выбираем ему пол, внешность и даже профессию. После этого, конечно, привычно 10 раз умираем на первом боссе, но пройдя пролог, оказываемся в условно открытом городе, где приходится вести разговоры с NPC. Сценарист, впрочем, тут же немного поиронизирует над их вариативностью. Нас быстро вводят в курс дела. Другом город Иерихон, пораженные эпидемией и полные различного требья разного сорта официальности. Благоустройства и велосипедных дорожек в нем нет, поэтому герой, или героиня, ставит перед собой задачу вырваться за его пределы как можно скорее. Это, кстати, единственная цель, двигатель сюжета и мотивация персонажа на всю игру, с чем придется смириться. Для ее достижения мы по заданию одних убиваем других, чтобы потом разобраться сразу с первыми, чего колоритным бандитам зря пропадать. Сюжет, как в плохих ММО, служит лишь оправданием убийства всех окружающих и поиском новых врагов на ровном месте. На этом фоне неожиданно радуют побочные квесты, которые порой взаимосвязаны любопытным образом. Например, одна торговка едой попросила отобрать у бандитов ключ от ее холодильника, а когда я это сделал, попыталась пустить меня на фарш для пополнения запасов продукции. Как выяснилось, настоящая хозяйка все это время была заперта в подсобке, а ее парни разобрали на отбивные чуть раньше. Наградой за квест стал как раз кусок этого бедолаги, девать которой, казалось бы, некуда, хорошо хоть мешок он не отсягивал. А через некоторое время я оказался в баре, где капризная дама просила принести ей то выпивки, то ароматного мясца. И вот неупокойным останком нашлось подходящее применение. Но надо понимать, какой-либо вариативности в этих заданиях, конечно же, нет. Что, впрочем, не мешает им успешно разнообразить забеги по городским развалинам. Стоит отметить, что сам город проработан довольно хорошо. У каждой группировки есть свои цели и истории, квесты раскрывают детали и причины творящегося безобразия. Герои порой посещают видения, намекающие, что не все здесь так просто. А еще есть разбросанные по помойкам аудиодневники. Все же любят аудиодневники. Иерихон вообще вышел удачным. Несмотря на то, что почти все действие игры разворачивается в одном городе, мы побываем и на свалке портового района, и на просторных улицах центра. Даже заглянем в заросли немного одичавшего парка. Так что локации сменяются, порой не успевая надоесть. А иногда приходится бегать по одинаковым темным коридорам часы напролет, ото всей души проклиная тесноту и унылую цветовую гамму. Особенно это удручает в начале, когда вокруг темно, мерзко и неприятно. А умирать и начинать заново приходится часто. В этом вообще большая проблема игры. Ей очень не хватает баланса. Страдают даже отработанные, казалось бы, в первой части фишки. Мы, как и раньше, можем выбирать, куда наносить удар. В ногу, в руку, голову или корпус. Обычно проблем с этим нет, но в один момент на арену выползает механический осмирен. Троенок, имеющий сразу семь частей тела. В то время как целиться надо в одну, а выбор сбрасывается при каждой спецатаке. Босс, что я считаю вообще некрасиво с его стороны, отказывается ждать, пока вы выкрутите стих геймпада в нужное направление. И, недолго думая, ударяет по всему персонажу разом. Беда в том, что воевать здесь приходится не с боссом, а с управлением. И интересная особенность превращается в досадную помеху. Далее, развитие персонажа. Отрывая у противников части тела в красочных добиваниях, мы получаем чертежи брони, что было на них надето. Опять же, отличная идея, побуждающая преследовать определенные типы врагов, разрывать их на части и собирать себе желанный доспех. Но зачем это делать, если лучшая броня в игре продается в первом же, скажем так, городе за весьма умеренную плату? Впоследствии встретятся и очень занятные, красивые образцы, которые выделяются в том числе полезными бонусами за комплект. Только вот смысл-то в них, если по основным показателям топовому доспеху они уступают в два раза. Но броня и падающие с врагов оружие не единственные способы сделать персонажа сильнее. Собираемые из трупов запчасти идут не только на создание и улучшение доспехов, но и на прямую прокачку. Мы вправе увеличить показатели здоровья, выносливости и заряда аккумулятора. Импланты вновь успешно заменяют перки, добавляя новые умения или повышая их характеристики. Но ценность их скачет подобно пульсу на последних секундах битвы с боссом. Скажем, имплант, позволяющий перегнать накопленную энергию здоровья, нужен всегда. А вот другой, сбрасывающий эффект отравления, применяется очень ситуативно. Развитие персонажа крайне важная часть геймплея. Возможно, даже лучшая сторона игры, называющая неподдельный интерес. Вырвал у врага электродубину, радуешься. Нашел новый имплант, придирчиво сравниваешь с установленными. Пережно собираешь схемы для брони и примеряешь созданные доспехи. Они же еще и выглядят любопытно. Подозреваю, отсюда и пошло название игры. Ведь сёрдж означает рост, развитие и скачки показателей, а не карательную хирургию, как может показаться. Созвучая с Сёрджери, уже второй смысловой слой. Сама игра активно подначивает заниматься собирательством. Так, если уже упомянутому боссу тройногу отбить жвало, то их потом можно будет подобрать в качестве оружия. И такой подход себя оправдывает. Уже через несколько часов игры персонаж, изначально похожий на человека, станет выглядеть как полноценная меха. Заметить внутри которой двуногого прямходящего без перьев будет уже непросто. Но у описанного есть и обратная сторона. Проходя игру обычным темпом, к первым боссам мы выйдем в весьма плачевном состоянии. Персонажу будет банально не хватать урона, жизни, выносливости, прочности. Что делать? Гриндить, конечно. Зачищать вученные наизусть локации раз за разом, собирая оружие, комплекты брони и, конечно, запчасти. Чтобы прокачаться и показать локальному главгаду, у кого здесь стамина длиннее. К середине игры такая проблема уже пропадает, но на старте это привносит в мир немало уныния и печали. Личные навыки, впрочем, все еще важны. Бои сложные и требуют хорошей реакции игрока. Персонаж умирает с двух-трех ударов, а каждый босс тщательно хранит какую-нибудь пакость, чтобы швырнуть нам ее в лицо в самый неподходящий момент. К счастью, от навыков владения каждым отдельным видом оружия разработчики отказались. Переключаться между балками, шестами и клинками можно свободно. Вы вправе прийти с одного стиля боя на другой, когда захотите. Только вот надо ли это делать? Использовать значительную часть боевых механик просто нет смысла. Парирование работает выборочно и непредсказуемо, из-за чего отпрыгнуть или отойти в сторону гораздо проще и эффективнее. Тяжелое оружие слишком медленное и неповоротливое. Парные клинки с высокой скоростью атаки оказываются лучшим выбором в бою. Трон-помощник имеет множество функций, но использовать вы будете только лазер, да и изредка турель. Так что сама игра подталкивает к наиболее очевидной тактике. Бегать вокруг противника, ожидая пока у того иссякнет выносливость после атаки, чтобы быстро нанести пару ударов и отскочить обратно на безопасную дистанцию. Особенно обидно это потому, что враги-то сделаны хорошо. Кроме того, что каждая группировка имеет свою броню и предпочитаемое оружие, разные противники могут похвастаться разной тактикой боя. Одни прут на поролом, пытаясь сбить вас ног тяжелыми ударами. Другие прикрываются щитами, надеясь на огневую поддержку задних рядов. Третьи уклоняются и атакуют наскоками, периодически вообще уходя в невидимость. Сражаться с ними интересно. Бои красочные и сочные, только вот победная тактика почти всегда одна, и у игрока просто нет необходимости от нее отходить и пробовать что-то новое. Однажды, нащупав верный путь, вы почти наверняка так и будете следовать ему до конца игры. Там вас, кстати, возможно, заинтересует сетевой режим, который предлагает сходить в главное меню. Но, извините, плашка здесь только для красоты. На деле, весь мультиплеер сводится к наскальной росписи пометок, отмечающих секреты и дополнительные проходы. Стоишь порой перед этими иероглифами и думаешь, что хотел сказать автор, допрыгну я до того выступа, или художник-злодей. И в завершение, вишенка на торте. Русская локализация. Не знаю, чем перед переводчиками провинились русский язык и русскоязычные игроки, но ненависть свою они злились со вкусом. Хотя, всего-то и стоило сделать, что забить на размещение слов в окнах интерфейса. И вот уже перед нами чудесные переносы в каждом предложении. Подождите одну мину, восстановить здоровь и, мое любимое, скала Гидеана, которая будет бравить во мозг при каждой, будь она неладно, загрузке. Когда в словах то и дело переносится одна буква, а текст вылезает за рамки, уже как-то даже неудобно спрашивать, почему полный явных библейских отсылок город Иерихон перевели как Джеррика. Хорошо, пожалуй, что в игре нет русской озвучки. Если текст по качеству подобен пиратским поделкам нулевых, то голос бы наверняка воскресил в памяти легендарные переводы 90-х. Ублюдок, мать-то, а ну иди сюда, говно собачье, а, решил ко мне лезть? Это я, Селест, ваш хумблый матриарк. И в конце неизбежно возникает вопрос. Какой же в итоге вышла игра? С одной стороны, она сохранила все достоинства первой части, исправив ее недостатки. Локации стали просторней и разнообразней, число боссов выросло до 10, арсенал оружия и брони заметно расширился. Даже мне, вообще не любителю подобного рода развлечений, хочется игру хвалить. В то же время в The Surge 2 наблюдаются заметные проблемы с балансом, первые часы новичка скорее оттолкнут, а по сути игра оказывается вторична, пускай клоном ее назвать будет и несправедливо. Первая часть в свое время получила от нас похвально с минусом, а вторая стала несомненно лучше. Ну так и поезд прогресса не стоял на месте. Но все же наиболее правильным будет повторить прежний вердикт. Да, игра неплохая и заслуживает своего похвально, пусть и с некоторым запашком проходника. И то все же скорее для любителей жанра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok